Китай Многие дарят друг другу и живых зайцев Животных не только презентуют лично, но и заказывают по интернету Как итог, кролики в жутком дефиците Но есть их китайцы не будут Их новогоднее меню состоит из вегетарианских блюд Кстати, в праздничные дни Китай традиционно закрывает свои границы В этом году запрет будет продолжаться до 8 февраля У нас в студии Татьяна Митакса, заместитель генерального директора музея Востока И большая любительница праздновать Новый год по восточному календарю Как мы видим, здравствуйте Добрый вечер Мы вообще все правильно рассказали Я вот сейчас это все говорил и, скажу честно, немного сомневался Неужели вот так все и осталось с давних пор И они послушно следуют традициям китайцев Осталось очень многое Страна, так же как Япония, так же как Вьетнам Традиционная И несмотря на супер успехи в экономике Несмотря на великолепные виды современного Шанхая или современного Токио Тем не менее традиции живы Ну, это Восток Вот я тоже сегодня прям вся в традиционном В китайской шапочке, которая была приобретена мной во время командировки в японский город Йокагама В китайском квартале и в таком, видите, вот китайском нарядине с китайским веером Я принесла совершенно специально сюда одного из трех друзей холодной зимы Украшаю дома композициями из трех друзей холодной зимы Это бамбук, сосна и ветка сливы цветущие Мэйхуа, бамбук, это символ стойкости, мужества, жесткости, в хорошем смысле этого слова Победы Сосна – это символ долголетия И сливы мэйхуа – это символ процветания и счастья Если говорить о каких-то параллелях и сопоставлениях Знакомы с детства каждому мандаринчик на новогодней елке или новогоднем столе И когда я, и когда вы уже в более поздние времена видели эти мандаринчики У вас даже в голове, наверное, не было Так же, как у меня какое-то время, пока я не пришла работать в Музее Востока Оказывается, мандарины, хурма – это символы солнца, символы процветания И они обязательные атрибуты каждого новогоднего стола Как оливье у нас И сельц под шум Наверное, правда, никто еще не трактовал символику оливье А вот символику длинной лапши – символа долгих лет жизни Я вам уже рассказала Мандарины и хурма рассказала А действительно только вегетарианские блюда? А вот это, мне кажется, не совсем правильно Потому что пельмени обязательны Пельмени, правда, могут, конечно, быть наполнены какими угодно компонентами Но пельмени – это слитки, предполагалось, что это якобы слитки серебра Это символ пожелания богатства Вообще, сейчас, когда мы или ездим в Китай, или смотрим вот сейчас репортажи о китайском Новом Годе Мы видим огромное количество петард, которые постепенно и наши улицы тоже заполонили Доставлять много неудовольствия Когда очень давно в Китае начались вот эти фейерверки, петарды Это древняя традиция Это отпугивание в Новый год злых духов Обязательное отпугивание В Японии и в Китае бьют колокола буддийских храмов 108 раз – это священное для буддистов число Во Вьетнаме все улицы уставлены огромными горшками, в которых стоят небольшие мандариновые деревья Вот эти символы счастья Во Вьетнаме, кстати, совершенно обязательно все в Новый год, в Восточный, возвращаются домой Для того, чтобы или почтить родителей, живущих еще, или почтить память предков И воскурить какие-то курительные палочки перед... А у них тоже 12 – это граница? Полночь? Нет, нет В ходе времени вот очень интересного Совершенно нет, потому что разные толкования А это Новый год обычно празднуется, вот этот Восточный, так называемый, Китайский Новый год Во второе, на Волунии, после 21 декабря Начинается он где-то или в конце января он происходит Или и длится это в течение месяца, до конца февраля И, например, в Бурятии, в Бурятии, с раннего утра люди встают, смотрят и на восходящее солнце, и на серп месяц еще маленького И до сих пор очень рады, если, ну теперь уже, наверное, в Нью-Йорте, а раньше в Юрте придет какой-то богатый человек, это значит, что Новый год принесет богатство Кстати, у нас же тоже есть буддийские территории, Бурятия, Тува, Калмыкия И в Бурятии празднуется такой белый месяц, он называется Целый месяц, ну не то чтобы люди не работают, но, по крайней мере, они празднуют вот этот Новый год Нет никакой привязки к 12 часам ночи, раз, собственно, первый день Нового года, завтра Хотя в Китае он уже, завтра уже наступило, если мы во времени протянемся Теперь о самом зайчике, не знаю, увидят или нет Это чудный календарь, который выпустил в Государственный музей Востока В нем 12 зайчиков, но они почти все, вот эти зайчики, спрятаны у нас в запасниках в экспозиции Живые? А всего два, да нет, конечно Это китайские, японские, баджийские, есть даже один иранский, вот этот чудный совершенно японский зайчик Вы, наверное, догадываетесь, давно догадались, что вот каждый из нас, ну если немножко верить или немножко следовать этой традиции восточной Рожден в какой-то определенный год Я, например, петух очень сильно в себе это ощущаю Вот год кролика, более такой мягкий кролик, самое главное, он необычайно любвеобилен Ну это, наверное, известно А как взаимоотношения, например, петуха и кролика? Ну очень хорошо, важно Вот у петуха с кроликом А у кого? Кролика с кем хорошие отношения? Если я не ошибаюсь, со свиньей очень неплохие отношения, предположим Ну вообще кролики, согласно китайской мифологии, зайцы, зайцы, кролики сидят на луне и толкут в ступе эликсир бессмертия Вообще это любимые герои буддийских преданий, притч И сам этот восточный Новый год начался давным-давно, когда согласно легенде к Будде пришло 12 животных И вот каждому из них он дал год Теперь я хочу сказать о том, что музей Востока одолевает уже в течение многих лет До тех пор, как в Москву и вообще в Россию Еще, кажется, в Советский Союз, если не ошибаюсь Пришла модно-восточный Новый год А что есть, ну что вот есть, я рассказываю А что одеть? И какого цвета? Ну существует пять цветов Это белый, черный, синий, зеленый он одновременно Желтый и красный Желтый цвет вообще в Китае никогда не одевался только императором Это знак императорской фамилии В Китае, в Японии нет вот этого сумасшествия, во что одеться Это у нас уже придумывают, в том числе дизайнеры Пишут в ламурных журналах, что вот в этот год, это год, кстати, белого кролика Переходят годы, а был год белого тигра, а сейчас год белого кролика Но все-таки кролики белые и пушистые, я думаю, нам будет хорошо Но кроме петард отмечают несколько дней, я так понимаю В Китае, да, неделю Целую неделю? Праздники, гулянья Никто не работает В Китае, да, в Китае, да, в Японии нет, в Японии рабочие дни Ну и мы тоже тогда с японцами вместе будем В Москве, кстати, уже давно отмечается вот этот белый месяц Но не целый месяц, а собираются вот после вот этого первого дня Нового года Буряты московские, калмыки, калмыки, тувенцы, монголы, все те, кто исповедует буддизм И происходят такие большие праздники с ламаистскими песнопениями, с концертами, с угощениями Мне кажется, это очень хорошее, веселое тратит Замечательно Давайте съедим по мандаринке Да, счастливого года У нас в студии была Татьяна Митакс, заместитель генерального директора музея Востока Спасибо большое